Если вы уже не знаете, что приготовить из фарша, то давайте готовить это блюдо. Старый и давно забытый рецепт, но очень вкусный. Рецепт из маминой кулинарной тетради. Гусарики. Кто знает и помнит такое блюдо? Итак, сначала займемся зажаркой. Нарезаем мелкими кубиками одну большую или две средних луковицы. Высыпаем на сковороду с растительным маслом и отправляем обжариваться. Теперь натираем одну большую морковь на крупной терке и отправляем к луку. Для этого блюда нам понадобится тесто. Оно очень простое. Размешиваем одно яйцо и пол чайной ложки соли. Можно чуть-чуть больше. Потом вливаем один стакан воды. И всыпаем 450-500 грамм просеянной муки. Тут надо ориентироваться по тесту. Оно должно получиться как на пельмене. Замешиваем тесто и даем ему отдохнуть минут 20-30. Лук с морковкой обжарился. Но чтобы было совсем вкусно, добавляем помидоры без кожи и перец. Помидоры и перец у меня были замороженные. Их и возьму. Для этого блюда они в самый раз. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне, пока все это дело не разморозится. Если для этого блюда у вас, как и у меня сегодня, нет куриного бульона, то мы сделаем овощной. К зажарке добавляем воду, солим по вкусу, накрываем крышкой, доводим до кипения и выключаем. Еще нам понадобится начинка. Для этого берем свиной фарш, солим по вкусу, добавляем любимую приправу, немножко воды, обязательно натертую луковицу и перемешиваем. Фарша у меня здесь полкилограмма. Для удобства работы тесто делим на две части. Из теста раскатываем тонкий прямоугольник. А после выкладываем половину фарша. Распределяем по всему тесту тонким слоем, при этом оставляем один край свободный для того, чтобы залепить. Распределяем по всему тесту тонким. Тесто сворачиваем вот таким вот рулетиком, при этом стараемся сворачивать как можно плотнее, для того, чтобы не было пустого места. Хорошо защипываем края и у нас получилась вот такая колбаска. Тесто нарезаем на небольшие кусочки, вот такие вот пенечки, и отправляемся к сковороде. Обжаривать можно на той же сковороде, где делали зажарку, так будет даже вкуснее. Поэтому для этого овощи перекладываем в кастрюлю, ну или в тарелку. Пенечки или гусарики отправляем на сковороду и обжариваем с двух сторон на большом огне. Зажариваем в кастрюлю. Заживаем в кастрюлю и в кастрюлю. Заживаем в кастрюлю. А после заливаем бульоном с овощами, накрываем крышкой и тушим 25-30 минут. Вот так легко и просто из доступных продуктов получается вкусное и сочное блюдо, которое можно накормить всю семью. Блюдо получается действительно вкусным и особенно вкусно, если подавать его со сметаной. Отличная идея для того, чтобы разнообразить ваш рацион. Если понравилось, буду рада вашим лайкам и подписке.